Трудные места описания с библейским порталом Экзегет и во втором послании к Коринфянам, 10 глава, 10 стих, такие слова, которые очень подходят людям, много времени проводящим в благосфере. Павел пишет, Коринфянам, синодальный перевод, так как некто говорит, в посланиях он строго силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна. Ну, или я свой перевод процитирую даже с 9 стиха начну, потому что это Павел пересказывает, что о нем говорит некий недоброжелатель. «Впрочем, пусть вам не кажется, что я запугиваю вас письмами, а то говорят, мол, письма его суровые и сильные, а когда приходит сам слаб, и слова его ничтожны». Ну, вообще, вы знаете, это частая история, человек на письме гораздо более резок. Может быть, потому что он не видит своего собеседника, и у него эмпатия не особенно включается. Может быть, потому что он не видит улыбок, и сам не улыбается, и кажется, что вот эти слова, которые, может быть, сказаны, были бы достаточно мягко и сопровождались бы какими-то жестами. Я не знаю, там, налить чайку тепленького, да, горячего лучше, и протянуть, и сказать то же самое, это уже совершенно другое высказывание. Вот, но почему Павел так на это обращает внимание? Ну, он человек смиренный, смиренный и такой вот из-под плентуса, это совершенно разные вещи. Смиренный человек, который не отстаивает своих личных позиций, который не настаивает на своей личной правоте, и не предлагает другим людям возвеличивать его личность, да, но обращает больше внимания на содержание своего послания. И он говорит, смотрите, вот кто-то из вас считает, что мои письма, они такие энергичные, строгие, сильные, а когда я приду, то расплывусь в улыбке, рот до ушей, обниму вас всех, скажу, да ладно, бросьте все, это ерунда, давайте радоваться, что мы наконец встретились. И такому человеку он отвечает, такой пусть знает, что каковы мы на словах-посланиях заочно, таковы и на деле лично. И вот здесь, мне кажется, очень важно, что Павел говорит, смотрите, то, что я вам пишу, это очень серьезно, то, что я вам пишу, это отражает мою личность. Бывает так, что люди не хотят слышать неприятного. Бывает так, что люди видят в этом исключительно какую-то, ну, личную придирчивость, не знаю, встал не с той ноги, болит у него там, я не знаю, орган некий внутренний, он из-за этого желчный такой, да, или что-нибудь случилось, день был неудачный, и приписывают все этому. И Павел здесь, мне кажется, очень хорошо говорит о том, что, смотрите, дело же не в том, какой я, пусть я буду мямлей и рохлей, но то, что я вам пишу, принимайте всерьез. То, что я вам пишу, это и есть изложение моего отношения к вам, и это вовсе не моя придирчивость, это моя небезразличность по отношению к тому, что у вас творится. И каким он был, трудно сказать. Вот мы видим его письма, но мы не знаем, как он вел себя с ними в разговорах. В послании этому он периодически продолжает такого рода реплики в начале 11 главы. «Если бы вы были несколько снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, то есть, ну да, вот такой уж я ничтожный, ничтожный, несчастный человечек, и вы пожалеете уж меня». Да вы и жалеете, ладно. Может быть, это не особенно трудное место, мне оно показалось очень примечательным, просто потому, что человек отстаивает значимость своего послания. У нас, как правило, я начал с благосферы, я и закончу. У нас, как правило, человек отстаивает значимость своей личности. Вот разница между многими из нас и Павлом. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.